Все больше всего в Костанайской области подключают к центральному водоснабжению. В Наурзунском районе доступ к этому благу цивилизации населению намерены предоставить уже в следующем году. А буквально сегодня центральный водопровод запустили в селе Раздольное. Его там не было в советских времен. Артем Грапов продолжит тему. В селе Раздольное Гульбике Батыргалиева живет больше 20 лет. Она многодетная мама, поэтому на кухне проводит много времени. Воду всегда набирали из скважины колодцев. Было неудобно. Сейчас условия жизни у нас не хуже, чем в городе. По крайней мере, мы стали к этому ближе. Водонагреватель теперь есть. А в будущем планируем поставить ванную и стиральную машину. Об этом мы всегда мечтали. Центральный водопровод в Раздольном строят с прошлого года. За это время уложили больше 16 километров трубы. Недалеко от села возвели насосную станцию. Здесь два резервуара по 100 кубов каждый. Воду качают с глубины 40 метров. Качество воды хорошее, соответствует всем требованиям. И дополнительно здесь установлены две бактериальные очистительные установки. Качество воды отвечает требованиям. Запас воды успевает, обеспечивается. В Наурзумском районе 9 сельских округов. В четырех из них проживает 80% населения. И все эти люди, согласно официальным данным, обеспечены центральным водоснабжением. В этом году дополнительно в селах Яулинды, Дамды и Меряки установлены пункты раздачи воды. На следующий год будем устанавливать еще двух поселок. Это село Щили и село Кожа. Получается, у нас в район полностью обеспечены воды. А вот цифры по области немного иные. Доступ к услугам водоснабжения имеют 75% сельских жителей. В этом году на 47 проектов в регионе потратили чуть больше 15 миллиардов тенге. Власти обещают, что в 2022-м работу эту продолжат, а до конца 2025-го и вовсе всех сельчан обеспечат качественным водоснабжением. Артем Грапов, Сергей Тартенберг, Кустная Сколбость. Итоги дня.